Со следующей недели в Приморье прогнозируется подача тепла. Из-за резкого похолодания отопительный сезон начнется середины октября. Как сообщает правительство, тарифы для жителей городов и районов края останутся на прежнем уровне. На самом деле решение о начале отопительного сезона и о его прекращении принимается в рамках законодательства органами местного самоправления. Каждая местная администрация, каждый глава, вот как я выше сказала, принимает такое решение. Но, опять же, документально подтверждается, что глава не может принять такое решение позже, нежели наступит пятидневный период понижения среднесуточной температуры ниже 8 градусов плюс. У нас рост тарифов на услуги теплоснабжения не превышает ежегодно 4%, потому что именно этот рост регулируется на уровне правительства. И у нас ограничен рост. Поэтому, если происходит какое-то значительное увеличение платежа, возможно, это какие-то доначисления за предыдущие периоды долгов. Это я могу предположить. Согреть приморцев позволяют запасы топлива. Всего 115% от запланированных. На данный момент в холодных районах региона уже дали тепло. Например, в четверг температура повысилась в домах дальнегорцев. Также идет запуск тепла в Арсеньеве, Владивостоке, Уссурийске и других частях края. Первыми традиционно у нас начинают получать тепло потребители, которые проживают на территориях районов, приравненных к Крайнему Северу. И действительно, как Евгений сказал, в Тернейском районе у нас начинается пуск тепла первым. На сегодняшний момент у нас принято решение о начале отопительного сезона, а эти решения принимают главы муниципалитетов, 23 муниципальными образованиями из 34 находящихся на территории края. И 11 муниципалитетов уже начали отопительный сезон прежде всего на объектах соцкультбыта. То есть в детские сады и школы начата подача тепла 23 муниципальных образований. Решение о начале отопительного сезона в том или ином муниципалитете принимается исходя из средней температуры воздуха на улице. В течение пяти суток она не должна превышать 8 градусов. Подключение всех объектов планируется завершить к ноябрю. Лета Землякова, Кирилл Самойлов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.